Стратегия социально-экономического развития – один из важнейших документов для каждого города. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей, к ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены, стратегия оказалась успешной, но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отображение в обновленной стратегии развития города, которую глава Самары Елена Лапушкина продолжает представлять горожанам. Предложение и инициативы глава города обсудила с жителями промышленного района. Уверена, что данная стратегия позволит нам все вместе развивать наш город дальше, чтобы исполнить все цели, нашу главную стратегическую цель. Жители вносили свои предложения на экологическую тему, в частности о сохранении озера в парке Молодежный и очистке Воронежских озер. Предлагали свои варианты новых культурных и спортивных объектов. Интересовались о строительстве дороги по улице 22-го портсъезда от Солнечной до Московского шоссе. Строительство этой дороги совершенно точно будет. Проект этот уже есть. Он прошел государственную экспертизу. И в следующем году мы планируем зайти уже на строительно-монтажные работы. Проект достаточно тяжелый, потому что на этом участке дорог лежит очень большое количество коммуникаций. Также жители представили свои идеи о преображении Безымянки. Горожане уверены, что территория имеет огромный потенциал. Мы хотим подключить сюда бизнес, креативный кластер, молодежь, которые могли бы переосмыслить пространство Безымянки. Обсуждали на встрече не только предложения, но и успехи инициатив жителей города. То с перспективы, что организовали жители домов недалеко от сквера «Дубовая роща», оказались среди лауреатов конкурса от Министерства финансов России. Они представили свой проект благоустройства этого сквера и заняли третье место, рассказав о своих идеях на всю страну. Популяризация проекта, популяризация гражданской инициативы, популяризация вообще в принципе нашей активности, дает нам возможность участвовать в дальнейшем в аналогичных проектах и развивать эту территорию дальше. Приоритетные задачи новой редакции «Стратегия развития Самары» до 2025 года – повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин. События. Константин Головин. События.